Дорогие друзья, сегодня у нас замечательный гость, директор по сервису авиакомпании Игорь Владимирович Патрикац. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы поговорим о том, как превратить путешествие с детьми не в тяжелый труд, а в праздник. Есть у нас такие шансы, Игорь Владимирович? У нас стопроцентные шансы сделать из путешествия праздник с маленькими детьми. Ну вот я на самом деле хочу сказать, что очень многие люди относятся к этому сдержанно. Это наши печальные традиции, у нас как бы намного проще оставить детей с бабушками и рвануть куда-нибудь отдохнуть от ребенка. Но какие шаги навстречу родителям, путешественникам может сделать авиакомпания? Ну, во-первых, хотел бы сказать, что, на мой взгляд, в последнее время наоборот, многие родители стараются ездить с детьми отдыхать. Мы ломаем традиции, стараемся. Да, ломаем традиции. Особенно вот с такими очаровательными маленькими детьми. И представители авиакомпании, сотрудники нацелены всей душой и мыслями на то, чтобы обеспечить комфортное путешествие таких пассажиров. Ну вот простой вопрос. Я зашел с детенышем на руках в аэропорт, в здание аэровокзала. Вижу очередь на регистрацию. Я с детенышем на руках. Мне положено идти без очереди. Как быть? Бесспорно. Но, вы понимаете, я вот могу пожаловаться лично. Вот когда я стою с детенышем на руках, вот я путешествовал с внуком, да? Вот не было такого, чтобы ко мне подошел сотрудник авиакомпании и сказал, послушайте, пойдемте, пойдемте, вот вам пора туда, вперед. Мы же не знаем очень часто о наших правах. Нет, нет. В обязательном порядке, как правило. Могут быть какие-то исключения, какая-то сложная обстановка на стойках регистрации. Но чем она сложнее, тем больше уделяется внимания этим детям. Поэтому, конечно, такие пассажиры обслуживаются однозначно без очереди. Их приложают к стойке. Хочу сказать, что реакция остальных пассажиров, все относятся с пониманием. Это же маленький ребенок. Что делают авиакомпании, какие есть возможности для организации детского питания? Это тоже очень волнительный вопрос, когда особенно речь идет о длительных полетах. Ну, то, что касается длительных полетов, я могу сказать, что родители, конечно, должны четко понимать, это его ребенок, он питается той или иной пищей, и пассажиры должны побеспокоиться о том, чтобы эта пища была у них в путешествии. С собой. С собой. Естественно, насчет разогреть никаких проблем. Никаких проблем. И в здании аэровокзала, и непосредственно на борту самолета. И в здании аэровокзала, и на борту самолета тем более. Опять-таки хорошо. Вопрос. А как мне взять с собой жидкую пищу? Имею я такую возможность? Да, имеете такую возможность. То есть в данной ситуации меня обижать не будут? Да, даже те запреты, которые существовали после 11 сентября, знаменитых этих событий всяческих, разрешалось ввести детское питание. Единственное, тогда это была проблема, предлагали пассажиру попробовать это питание, дабы исключить какие-либо смеси и так далее. Все остальное. Какие правила по поводу детских колясок? То есть там такое понятие, как коляска-трости, которые складываются. Это однозначно, насколько я понимаю, разрешают заносить на борт. Или все-таки нет? Ну, бывают разные эти коляски-трости, как вы говорите. То есть универсальных правил нет? Это каждая авиакомпания решает? Правила ограничивают размеры этих колясок. Всего лишь навсего. Если коляска соответствует размерам, и ее можно разместить на борту самолета на полочке, на багажной, такая коляска разрешается к заносу воздушной службы. Интересный вопрос. Мы путешествуем с ребенком. Допустим, приехали в аэровокзал. Сдали в багаж большую коляску. Но вот я с ребенком на руках. Мне 2 часа, 3 часа иногда приходится ждать самолета. В данной ситуации на что-то я могу рассчитывать? Рассчитывать на свою коляску. Ее не надо сдавать пока. Не надо сдавать до трапа, да? Да. То есть на регистрации будет повешена бирка багажная. И к ней будет повешена бирка другая еще, так называемая delivery. Доставка к борту. С этой коляской вы преследуете к борту самолета. И под бортом самолета мы у вас ее заберем. Но при выходе из самолета мы же в том аэропорту назначения... Нас она будет уже встретить. Да, будет встречать вас и вашего ребенка. Хорошо. Игорь Ильич, ну естественно, очень волнующий вопрос. Все же хотят сэкономить. По большому счету это нормальное желание. Вот до какого возраста ребенок? Без места? Бесплатно? Какие есть скидки для детей и так далее? Ну, я хотел бы вас разочаровать. Бесплатно мы детей не возим. Ну, не только вы, похоже. Да. Но в то же время можно очаровать ценой инфанта, то есть пассажира до двух лет. Там минимальная цена. Я могу даже назвать примерную сумму по нынешней ситуации. Ребенку не предоставляется места. Билета, стоимость билета, вот среднемагистрального полета в Европу, ну, наверное, гривен 150-200 максимум. То есть там символическая цена. Ну, это связано со страховкой и так далее, и так далее. Всего лишь навсего. То есть цена минимальная. Уверен, что у наших зрителей тоже есть вопросы. Давайте узнаем. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а как можно гарантированно получить люльку, когда вот путешествуешь с маленьким ребенком? Где ее вообще надо заказать? У кого ее попросить? До какого возраста ее дадут? Понятно. Ну, я могу сказать следующее. Люльку нужно заказывать, когда бронируешь билеты. Единственная проблема, в Международной Велине Украины предоставляют такую люльку только на дальнемагистральных самолетах. То есть если вы летите в Нью-Йорк, если вы летите в Бангкок, такая люлька может быть заказана. И на борту самолета она размещается. Таких люлик у нас 7 штук на борту самолета. В эконом-классе, в бизнес-классе. То, что касается среднемагистральных самолетов, к сожалению, мы такую люльку не предоставляем. Какая, уточните, для нас, для всех дальнемагистральных самолетов? Ну, это 3-4 тысячи километров. Это нам больше даже 3 часа. То есть если более 3 часов в полет, то мы можем... Точнее выразиться нужно по-другому. Если рейс выполняется самолетами дальнемагистральными, то Боинг 767... А, то есть скорее тут о размерах самолета. О размерах самолета. Тогда предоставляется. Спасибо, Иван Ильич, вы нам действительно здорово помогли. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами. И будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.